Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. У нас сейчас будет практическая часть. И так как этот месяц называется «Моя церковь», то мы хотим сегодня в практической части поговорить о таких очень важных для всех нас людей вещей. То есть это евангелизация, это где взят лидеров и как в домашней церкви создать прекрасную семейную атмосферу. У нас сегодня будет три свидетельства. Правда, одно сейчас еще в пути, застряла сестра в пробке, но надеемся, что она должна была быть первая. Возможно, будет последняя, если успеет. Хорошо, перед тем, как мы будем слышать эти свидетельства, я хочу прочесть место из Библии, это Исход, 4 глава, 15 стих. И здесь есть такие слова. «Ты будешь говорить ему, имеется в виду Аарону, и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». Это Господь говорит Моисею. Почему ему это говорит? Потому что Моисей, он рассказывает Богу о том, почему он не может вывести народ израильский из Египта. Он говорит Господу, они меня не примут, я красноязычный, и все в таком духе. И тогда Господь обращается к нему, и он говорит, «Ты скажи «да» и начинай делать. А я научу вас, что вам нужно делать». Братья и сестры, и вот я обратила внимание на именно эту часть стиха. А я буду учить тебя, что тебе нужно делать. И знаете, мы многих вещей, как служителя, не знаем или не понимаем. У нас может что-то не получаться. И мы из-за этого отчаиваемся. Но мы приходим специально в церковь, чтобы учиться. Мы приходим сюда на семинар, чтобы учиться. Есть кто-то, у кого получается, и он может рассказать нам, как он это делает. А мы можем научиться. Знаете, братья и сестры, Бог понимает наши слабости. Бог понимает наши недостатки. Но тем не менее, он говорит нам, «Ты иди и делай, доверяйся мне, а я буду тебя в процессе всему учить». И вот я бы хотела, чтобы мы могли сегодня послушать свидетельства наших братьев, и если повезет, нашей сестры, которая подоспеет. И мы увидим, как это делают они, и мы сможем чему-то научиться, что-то взять для себя. Я приглашаю сейчас на сцену Кебу Вячеслава Старцева Олега. Давайте поприветствуем их. Сестра Вика Товстенко, она должна была нам рассказывать о евангелизации. Брат Вячеслав, он расскажет нам о том, где взять лидеров, если их не хватает. А брат Олег, вот он расскажет нам об атмосфере в домашней группе, потому что у него действительно хорошая, теплая атмосфера. Ну, давайте начнем со Славика. Я знаю, что у Славика, когда он становился пастырем района, у него была серьезная нехватка лидеров. Давайте послушаем, что произошло. Слава, с чего ты начал свое служение пастырем района? Добрый вечер, дорогая церковь. И я хочу сказать, что когда я встал на служение, то, в принципе, еще все было хорошо, потому что мне передали лидеров, и у меня были, так скажем, ну, я с ними раньше был в одной домашке. И получается, с этими людьми теперь я уже служил им как пастор. И, скажем, это было не совсем легко какое-то время. Вместо себя я поставил человека, я до сих пор с ним служу, Слава Богу. Но вот те люди, которые были не мною, скажем, поставлены не Господом Богом, когда я был пастырем, то те люди уже со мной не служат все. И вот за этот путь, конечно, произошло очень много всего. То есть они по какой-то причине ушли с лидерских позиций, и остался пастыр района и район. А дьяконов домашних групп не стало. И когда Славик, вот он делился, он говорит, что он был в отчаянии, он очень сильно переживал. У него, знаете, приходили абсолютно естественные вопросы. На своем ли я месте? Действительно, могу ли я быть пастырем района, когда у меня нет дьяконов? И где этих дьяконов взять? И знаете, он такую мне интересную фразу сказал. Он говорит, я всегда умом понимал вот это выражение, что у Господа есть все для нас. Но вот на тот момент, когда я лишился всего, то мне пришлось не только умом это понять, но понять это сердцем. И тогда вот пришло такое, знаете, отчаянная, отчаянная такая мольба, такой вопль к Богу. И вот, Слава, когда вот такая ситуация оказалась, ну, что ты начал делать? Да, на самом деле, как бы не прям сразу все ушли, но постепенно так получилось, что, скажем, мне пришлось искать новых лидеров. Особенно это произошло, потому что наша поместная церковь как бы открывала новые поместные церкви. И, скажем, эти лидера, они начали там служение, и у меня не осталось, ну, точнее, те люди, на которых я планировал, у меня не осталось никого. Я помню, я пришел на поместную церковь, я был, скажем, в отчаянии, потому что, ну, тяжело. Я когда своими глазами смотрел, то я ничего не видел. И вот на поместной церкви, как бы то ни было, я помолился опять-таки Богу про это, сказал, Господь, помоги мне, дай мне возможность, дай мне лидера. И мне кажется, что в тот момент Господь открыл, ну, я тогда закрыл свои глаза, я верю, Господь открыл свои глаза. И вы знаете, вот представьте, я вроде видел ее, но я молюсь, открываю глаза, и вижу, передо мной стоит девушка, она не так давно, скажем, приняла водное крещение. Но она была очень верная. Но я почему-то раньше не замечал своими глазами этого. Но когда я взглянул после молитвы, я помолился Богу, я просил Его. Я и до этого молился очень много раз, скажем, дома. Но в этот раз вот прямо на поместной церкви я помолился, я посмотрел на нее уже не своими глазами, а я верю, Господь мне открыл. И я ей предложил. Я прямо сразу подошел к ней, это было поклонение. Я почему-то захотел, я теперь понимаю, почему. Я подошел прямо сразу к ней и говорю, слушай, Маша, я хочу предложить тебе стать лидером одной из домашек. И вы знаете, оказывается, в тот вечер перед началом поместной церкви ей предложили в детском служении стать лидером. Я ей предложил прямо во время служения, а после служения еще и подростковым предложили. То есть в один день, до, во время и после поместной на эту сестру уже были планы. Но я верю, что все-таки Господь именно мои глаза открыл. То есть она сказала да Славику, вы уже догадались, да? Да, слава Богу, она сказала да этому служению и она стала лидером. И вы знаете, человек, ну она совсем еще не знала, для нее это было неким шоком. Я ей помогал, я первое время месяц ходил с ней вместе на эту домашку. И вы знаете, эта домашка, она уже была совсем, скажем, тяжело было ее назвать домашкой, но в итоге так получилось, что эта домашка, она выросла и стала очень большой, слава Господу. Это один человек, но тебе нужно было еще людей. Что дальше было? Да, но позже, скажем, да, это же был только один человек, и позже я, наверное, уже во всем вот этом отчаянии, но, скажем, я все равно верил, ну, с оптимизмом подходил и верил и молился. И, наверное, в такие моменты тяжелые меняешься ты сам. Я, наверное, изменил подход свой к всему служению, и я стал воспринимать церковь как семью. И, в первую очередь, как бы семья, это же не когда ты ждешь, а когда ты даешь. И, наверное, я начал такую атмосферу тоже у себя делать, ну, может быть, такую похожую, как у брата, хорошую, и на домашке. Но я, наверное, даже больше понял. Я понял, что не только домашка, но и все мое время, то есть я должен относиться к ним как к семье. И вы знаете, я начал видеть, как бы, что они начинают друг друга даже, ну, как-то относиться по-семейному друг к другу. Я начал проводить с ними время. И самое главное, что как практически, да, я стал поступать. Я понял, что этого мало, да, я начал собирать таких вот людей, я начал на них смотреть. Мы куда-то выезжали вместе, мы куда-то ехали, что-то организовывали. Но в этот момент, как бы, когда мы все организовываем, я кому-то там даю возможность как бы в чем-то поучаствовать. Может быть, он не думал в тот момент, а я вот смотрю на него. Я смотрю, как он это делает. Он, может быть, любит человека, или он просто верный, кому он верный и тому подобное. И вот так я начал обрастать лидерами, но в будущем я понял, что этого мало. И мне такое пришло внутри откровение, что я стал брать их помощников, только самых активных, которых я видел, что я могу действительно довериться человеку. И я стал брать даже на свою лидерскую домашку. И вы знаете, когда я стал не только на лидерскую домашку, но еще с ними стал выезжать куда-то, дружить, мы вместе начали проводить время, не только даже с лидерами моими, но и с их помощниками. То есть я к их помощникам стал относиться как к лидерам. То я увидел, что и они сами как-то вдохновляются, и они сами начинают все время об этом думать, принимать решения, и всю свою будущую жизнь строить так, будто вот они уже будут лидерами. И вы знаете, я благодарен Богу, что у меня в принципе сейчас для каждой домашки есть служители, даже больше. То есть у Славика есть 6 домашних групп, и еще у него рядом с ними сидят на домашке сколько людей? Скажем, ну еще где-то 4-5 сидят еще. То есть у него запас, то есть сейчас он уже в принципе нужды нет, есть 6 лидеров домашних групп, и еще есть 5, это запас. То есть когда придется умножить домашнюю церковь, не надо судорожно искать, на кого ее умножить. То есть уже есть запас, на кого умножить, и человек имеет в 2 раза больше лидеров, чем ему на данный момент необходимо. И поэтому... Я еще хочу сказать, что когда они рядом в общении с лидерами находятся, и в нашем общении, то они быстрее воспитываются, и даже когда они становятся на служении, то они буквально сразу начинают все схватывать на лиду, потому что они общаются с такими же, как бы себе подобными, наверное. И это намного легче, даже вот этот переходной этап, когда они становятся только лидерами. Ну скажем, я благодарен Богу, что он так открывал. Спасибо. То есть Бог не просто восполнил нужду, Он дал еще с избытком. То есть когда мы сможем, если нам нужны лидеры, Бог даст нам лидеров, но мы должны позаботиться и о завтрашнем дне. И заботиться уже нужно сегодня. И Господь даст так, что мы сможем нормально наполнять наши домашние группы, и у нас уже будут готовые лидеры, на кого мы можем умножаться. Слава, спасибо большое. Я только в конце хочу сказать последнее, что я знаю только одно, что церковь должна быть семьей, и именно люди именно этого ищут семьи. Я знаю, что они ищут любви. И я уверен, в том служении, где пастырь относится как к семье, к своим овечкам, я уверен, что там туда потянутся люди. Даже, ну, хочет он или не хочет, но туда потянутся. Спасибо. То есть он обречен на успех. Да. Спасибо. То есть вы понимаете? Да. Знаете, сегодня брат Олег будет рассказывать о членской домашней группе, как о семье, а тут получается лидерская домашняя группа, но она тоже должна быть семьей. Это очень важно, чтобы на лидерской домашней группе была семья, и тогда туда будут подтягиваться люди, которые будут лидерами. Вика, мы очень рады, что мы тебя дождались. Брат Олег, мы вами, наверное, закончим. Хорошо? Передадим микрофон Вике, и она расскажет нам про евангелизацию. Это то, что очень необходимо. Знаете, когда Вика говорила мне, вроде бы такие простые вещи, но они действуют. И вот тоже человек, он оказался перед таким, уже знаете, отчаянное положение. Есть люди, а новых нету. Все те же лица. И вот как, Вика, расскажи нам, как новых людей, где они появились у вас? Спасибо. И простите, пожалуйста. Приветствую, дорогая церковь. Я начну с такой краткой передыстории. И я знаю на сто процентов, что у меня нет дара евангелиста. Если есть здесь люди, которые в различных служениях задействованы, и вы со мной солидарны, можете тоже поднять руку. Вы знаете, что дара евангелиста у вас точно нет. Спасибо. Спасибо за честность. Но при этом я на сто процентов, во мне есть убеждение и уверенность, что каждый спасенный человек, каждый христианин, который любит, знает Бога, он призван благовествовать. Аминь. И вот это убеждение во мне есть. Пришел момент, это ровно год назад было, я даже открыла заметки, 7 октября. Я заметила, что в нашей домашней группе, я служу деканам, у нас все люди уже спасенные. То есть они уже приняли за прошлый год крещение, восстановились, и нет ни одного нового человека. И для меня это, если честно, уже тревожный сигнал. Почему? Потому что когда есть новые люди, лидеры взращиваются. Люди, которые приходят на домашку, их вера растет. Когда приходят новые люди. И это очень важно. И вот я понимаю, что все начинается с меня. Я заметила, что я уже продолжительное время не евангелизирую. И я понимаю, что я не имею морального права прийти к своим деканам и сказать, давайте приводите людей, если я сама этого не делаю. И вот в один простой, обычный день я молюсь самой обычной, быстрой, такой простой молитвой. Я говорю, Боже, покажи, помоги мне сделать список. Я верю, Дух Святой побуждает, говорит, открывай телефонную книгу. Я открываю телефонную книгу. И честно, братья и сестры, буквально 2-3 минуты у меня набрался список 11 человек. Это те, кто когда-то был в церкви или готов был слушать Евангелие, или какие-то мои знакомые. За 2 минуты 11 человек. Я тут же им пишу сообщение, такое простое, дружеское, давай встретимся на кофе, если ты не против, пообщаемся. Из них половина мне сразу же ответили. С ними мы на этой и на следующей неделе уже встретились. И спустя около месяца они уже были здесь на служении. Наша встреча за чашкой кофе была очень дружеская, простая. И моя цель была увидеть боль этого человека и действительно заинтересоваться в нем, помочь, как-то ему помочь, ответить на эту боль. И вот эти люди пришли на служение. И поверьте, я уже с другим настроем. Я с горящим сердцем, я с горящими глазами прихожу к своим диаконам. Я рассказываю, как это работает. Это, кстати, проповедь нашего епископа День Закхеи. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Этот принцип работает. И вот я прихожу к ним, я говорю, а давайте сейчас мы составим наши списки. Это так классно, это так здорово, это такая радость непередаваемая. И они уже зажженные, они да, давай, давай. Мы составили список. Послушайте, это свидетельство Божьей славы. За этот год в каждой из домашних групп есть люди, которые уже приняли крещение. Или сейчас на наставничестве. И часть из этих людей, это как раз люди из наших списков. Из моего личного за этот год два человека уже приняли крещение, и один готовится. Это действительно просто только слава Богу. Все максимально-максимально просто. Вика, спасибо большое. Спасибо, что поделилась с нами этим. И брат Олег, расскажите, вот нам сказала ваша паста региона, что ваша домашняя церковь, вот она имеет такую семейную, дружескую атмосферу. Вот расскажите, вы как диакон, как вы этого достигли? Что вы для этого делаете? Витаю церква. Ну, у меня начинается, мабуть, с того, что я встречаюсь с Богом каждого ранку. Да, бо любить людей и служить им без Бога, это, мабуть, неможливо. Бо нашего терпения хватает ненадолго. И так же я промалюю своих овечек. Да, это я люблю это делать, иногда промалюю овечек, знаю их нужды, заявляю перед Богом, как бы ложу таку жертву. И что я еще хотел бы добавить, это атмосфера на домашнице. То есть я стараюсь быть, ну, сначала другом, а потом уже наставником. Да, то есть я цікавлюсь всеми, ну, их нуждами, да, кто куди поехал, как на работе, сколько заработаешь, куди ты тратишь, ну, абсолютно всем. Меня все цікавит, бо, ну, какие отношения к семье, да, то есть, ну, и это люди бачать, мабуть, и, как бы, им подобается, что я цікавлюсь их життям, и, как бы, нужды, которые они заявляют, и я стараюсь, как бы, ну, помогать, да. Все, что в моих силах, что я, ну, смогу, я, как бы, помогаю, или даже там наставление, я, как бы, ну, как поступить, там, и, то есть, решаю их нужды, стараюсь, да. Так, ну, в принципе, что еще добавить. Люблю, чтобы на домашнице можно было смачно поесть, бо есть у нас хлопцы приходят, очень таки голодненькие, я их пригощаю, и очень это люблю делать, потому что, когда они, ну, покушают, и уже таки довольные сидят, и домашка уже удалась, можно сказать. И, как сказал Павло, мабуть, да, сначала душевное, а потом духовное. Ну, и слава Богу. Также еще немаловажно, это то, что у нас проходят, например, тут семинары, да, то есть нам рассказывают, как проводить домашки, да, то есть показывают это. Так у нас есть также дьяконские школы, это очень классно. Также у нас есть выездные дьяконские в Раду, мы ездим там на 2-3 дня, нас по старатам так прокачивают, что хочешь, не хочешь, станешь хорошим, да. И, ну, слава Богу, это очень классно. И я стараюсь эти вещи не пропускать, то есть, ну, максимально, как, ну, стараюсь не пропускать, бо знаешь, что воно, ну, откладывается, знаете, тут в сердце и в голове. И ты тогда это просто, ну, використовываешь, да, ты этим пользуешься, те, что тебе дали. Ну, да, и слава Богу. Вот так, что так вот. Спасибо. Брат Олег, вот я хочу сейчас, знаете, вот, когда рассказала мне паста района, вот, что у брата Олега прекрасная домашняя группа, и, оказывается, она даже спросила у членов домашней группы, группы Олега, вот что вы думаете о своем дьяконе? И они ей прислали смс-ки со своим впечатлением о брате Олеге. Я знаю, для вас это сюрприз, там у меня целая куча о вас информации, но я прочитаю послание только одной сестрички, вот одной. Смотрите, что она пишет. Я недавно в домашней группе, и мне очень нравится семейная атмосфера, человечность и обычная простота дьякона. Так как я знакома с Олегом не так давно, расскажу свои наблюдения. Это мелочи, но из них и складывается вся наша жизнь. Первое. Как-то запланировали всей домашней группы поехать в боулинг, но Олег узнал, что должны прийти два новых человека, и ради них перенес домашнюю группу в более комфортное место для знакомства. Второе. Чтобы люди после работы не были голодные, он покупает пиццу, то есть заботится, как мама. Третье. Он помнит все заявленные нужды, и на следующей домашней группе спрашивает, решилась ли проблема. Для меня это означает, что он неравнодушен к другим людям и молится за них. Четвертое. Один брат хотел поехать в молодежный лагерь, но у него так сложились обстоятельства, что не было возможности. Олег и домашняя группа послужила финансами. Если человек открывает кошелек, то у него точно открыто сердце. Пятое. На этой неделе отвез в репцентр человека. На это тоже требуется и время, и финансы. Шестое. Одна сестра была три раза на домашней группе, а он заметил, что она любит крыжовник. После домашней группы он дал ей с собой крыжовник, чтобы она могла поесть его и дома. То есть он замечательный, все замечает. И седьмое. А еще за время домашней группы он много раз скажет всем, что он очень рад нас видеть. И он говорит это так искренне, и мы это чувствуем. По делам видно ученик Христа. Вот это вот было одного человека свидетельством. И знаете, братья и сестры, я когда прочитала это, мне так и захотелось сказать. Без комментариев. То есть все понятно. Без комментариев. И знаете, что еще интересно? Что во время карантина домашняя группа брата Олега выросла на восемь новых человек. И это не домашняя группа зависимых людей. Это обычные люди. Но благодаря этой атмосфере семейной, душевной, располагающей, эта домашняя группа выросла на восемь новых людей. И я бы хотела, чтобы мы могли сейчас подняться, братья и сестры, и свершить молитву. Каждого из нас коснулось что-то свое. Кому-то нужны новые лидеры. Помолитесь сегодня об этом. Примите на вооружение то, что вы сейчас слышали. Почему? Как мы уже вначале говорили, Бог учит нас, как это нужно делать. Оно простое, но оно действует. Посмотрите вокруг себя. Есть эти люди. Попросите, чтобы Бог открыл ваши глаза. Он закроет ваши физические, откроет ваши духовные глаза. Вы увидите их. Бог покажет. И у вас будет не только... Вы восполните свою нужду. Бог даст вам с избытком. Поверьте сегодня в это и попросите у Бога. У кого-то нет новых людей и уже давно. Возьмите на вооружение то, что говорила сестра Вика. Составьте списки. Сделайте это. И Вика говорила, из десяти человек, которым она позвонила с одиннадцати, только три человека сегодня они действительно идут уже за Богом. Кто-то отсеется. Но, дорогие братья и сестры, апостол Павел говорит, я служу многим, а спасутся, может быть, некоторые, но я готов на любую жертву ради этих некоторых. А если у вас в домашней группе нет этой семейной атмосферы, возревнуйте сегодня. Скажите, Господь, я хочу, чтобы моя домашка была семьёю. И возьмите на вооружение то, что говорил брат Олег. Давайте мы сейчас обратимся к Богу и попросим, чтобы Господь благословил каждую домашнюю группу. Помолитесь за свою. Дорогой Господь и Бог, Боже мой, эта церковь Твоя. Ты её пастырь, и Ты добрый пастырь. Ты любишь нас. Ты поступаешь с нами очень человеколюбиво, терпеливо. Господь, как мама. Господь, Ты заботишься о нас. Господь, Ты служишь нам. Дай нам быть такими пастырями. Пусть каждая домашняя группа, она будет семьёю духовною. И членская, и лидерская домашка. Пусть будут духовными семьями, куда люди будут бежать просто. Они будут туда идти с радостью. Благослови, дай нам быть такими пастырями. Дай семейную атмосферу. Благослови, Господь, чтобы поднимались новые лидеры. Хорошие лидеры. Чтобы они тоже, Господь, были частью семьи. Чтобы мы были как одно. Господь, чтобы мы могли дружить. Чтобы мы могли вместе быть и в радости, и в горести. Дай нам хороших лидеров. Я благословляю сегодня каждого, у кого недостаток. Боже, не просто восполни недостаток. Дай с избытком. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса. И дай, чтобы в каждой домашней группе были новые люди. Господь, обнови нас в этом. Чтобы пришла вера, желание, Господь. Чтобы мы могли идти благовествовать в простоте. Господь, благовествовать Евангелие, Господь. Благослови, наполни каждую домашнюю группу. А мы за все Тебя благодарим. Благодарим, что учишь нас. Невзирая на наши немощи, на наши недостатки, на наши слабости. Ты веришь в нас и говоришь о том, что будешь помогать нам и нас всему учить. Слава Тебе за все, Господь. Мы Тебя любим и благословляем. Во имя Иисуса. Аминь. Да благословит Вас Господь. Аминь.